Добрый день! Добро пожаловать на канал Фундуклаз Брикс У нас сегодня новый обзор Сразу приношу извинения за то, что давно обзоров не было, давно ничего не выкладывал давно ничего нового не появлялось на канале пора уже выплачивать долги и сегодня новый обзор у нас обзор комплекта солдатиков заказанных с Алиэкспресс набор случайно нам попался мы просто блистали, смотрели что там есть и с удивлением обнаружили, что есть такой набор, в котором присутствуют советские солдатики солдатики в советских шапках с советским оружием и так далее когда мы этот набор получили, выяснилось что, во-первых, там двое солдатиков являются американскими военными во-вторых, сами солдатики, которых мы считали советских возможно являются по задумке создателей китайскими ну, обо всем по порядку итак, начнем с мини-фигурок первая мини-фигурка, это будет опять как раз китайский солдатик, который я вам уже показывал вот такой серьезный парень с усатым лицом на солдатике у нас бронежилет сзади на бронежилете есть крепление для какой-нибудь рации или чего-нибудь подобного рода рация тоже в комплекте у нас идет под бронежилетом давайте посмотрим у нас на груди есть принты здесь карманы перевязь, куча сумок из-под гимнастерки выглядывает какая-то еще рубашка, воротничок на спине тоже есть принт у нас тоже сумки, ремни куча-куча всего хорошая, интересная каска все нормально, держится, все хорошо вторая фигурка американского солдата каска, сразу говорю немножко уже отличается вот посмотрите сейчас наведется, будет видно каска немножко другая здесь у нас видна какая-то маскировочная сетка соответственно отсутствуют какие-то отличительные знаки есть вот накладной жилет там видимо какие-то ремни непонятно мне в общем-то что здесь у нас на груди вот такое присутствует на спине у нас парашютный ранец парашютный ранец снимается и есть ли под него здесь крепление очень интересная качественная по мне задумка здорово получилась на груди принты у нас тут две гранатки есть опять сумки какие-то на ремнях жетоны на спине опять вот есть у нас еще одна сумка плащ палатка тут стернутый в общем очень хорошие принты и очень интересные лицевой принт весьма неплохой теперь собственно перейдем к советским солдатам это у нас парень первый шапка ушанка опять-таки ранец на спине на жилете спереди есть какие-то карманы возможно для гранат может для чего-то еще под жилетом мы видим тоже богатый достаточно принт у нас тут появляются уже принты на ногах есть вот карманы накладные такие бинокль ремни ну собственно все сами видите на спине тоже принт у нас присутствует карманы кстати я забыл сказать есть у нас у американцев на штанах следующая мини фигурка абсолютно такой же жилет но на спину ничего не крепится эта фигурка у нас пришла с небольшим дефектом руки правой вполне возможно что мне придется ее ремонтировать значит она отваливается просто моментально то есть она не держится совершенно причем похоже что проблема тут не только в руке самой но и в вот в этом отверстие которое возможно чуть больше чем нужно было бы принт на груди опять у нас очень неплохой куча всякой всячины навешанного солдатика на спине принт поскромнее но тоже качественный эти фигурки отличаются очень от тех советских солдатиков которые я вот где-то с полгода назад вам показывал здесь получше лицевые принты да в принципе поинтереснее сами мини фигурки следующая мини фигурка опять опять тот же самый у нас жилет такой же ранец ушанка отличается лицевой принт у фигурки кармашки на ногах и так опять таки очень хороший принт у нас на груди на спине все держится хорошо то есть только одна мини фигурка пришла с таким дефектом руки но я думаю что я смогу восстановить следующая мини фигурка у нее не было никакого совершенно жилета ничего зато мы видим принт с патронташем на груди тоже опять ремни спины и принты очень похожи у всех мини фигурок вместе с мини фигурками вот этими по традиции к нам с нами пришла куча всякой всячины в первую очередь два таких флага то ли советских то ли китайских я не знаю что китайцы честно хотели здесь изобразить несколько кубиков с помощью которых можно построить вот такую стеночку мешочки с песком ну уже достаточно привычная вещь в таких наборах пришло еще вот две таких пластины мы их пока даже стали еще не разбирали вот сразу покажу прямо на месте что там есть бинокль пистолет две гранаты рация очень странно солдатами во время второй мировой войны вот такие рации я не уверен что они тогда уже существовали фляжка топорик два ножа и наушники с микрофоном вот то есть скорее всего это уже идет от кого-то может там пошивочно положили но не похоже что это вооружение тех вот времен которые к которым относятся вот эти фигурки солдатиков вторая пластинка вы ее видите она точно такая же опять есть много всякой мелочевки у нас что вот это такое я так и не понял возможно какие-то мешочки с песком поменьше что-то назначение этой палки для меня осталось загадкой проблема с этим набором в том что он встречается на алиэкспресс но не так много фотографий этого набора поэтому для нас достаточно сложно оказалось собирать некоторые виды вооружения и идентифицировать какие-то предметы которые входят также я совсем не уверен что я получил все что должен был получить или не положили ничего лишнего сюда я вам сказать к сожалению не могу и так дальше по мелочам есть несколько вот таких вот фляжечек маленьких сейчас наведется будет видно вот есть одна винтовка здесь оружие немножко отличается от того оружия который я вот привык видеть в других наборах оно все короче намного короче пропорционально если вы видите оно более квадратное что ли по сравнению с тем оружием которое вышло в другие наборы вкладывают есть только пистолет-пулемет два пистолета-пулемета дисковых два пистолета есть моточек проволок проволоки здесь у нас два бинокля вот это скорее всего шло уже в комплекте с американскими солдатиками тут у нас гранатомет какой-то ручной еще один кусочек проволоки покороче также у нас попалась нам на пластинках с остальным вооружением два вот таких магазина к чему они мы так и не поняли потому что всего хватает может какое-то вооружение не дошло или какие-то пластины были лишние других наборов я честно не в курсе есть два вида ножей первый вид ножей это вот такой штык нож плоский даже больше похоже на какой-то кортик а вот это наверное штык потому что он идет трехгранный если вы видите таких ножей у нас три есть радиостанция я ее вам уже показывал с радиостанцией есть небольшой нюанс здесь у нас есть два маленьких крепления внизу но они на вот эти ранцы которые идут с советскими солдатиками не крепятся простите потому что расстояние между этими штифтами и вот этими двумя отверстиями оно разное то есть единственное место куда можно эту рацию прикрепить это вот этот жилет где у нас сейчас наведется будет видно присутствует тут только большое крепление маленьких нет и то оно видите не держится совершенно то есть как эта рация видимо переносится только в руках у нас два вот таких дисков пулемета к ним каждому идет по запасному диску есть вот такой пулемет со съемным магазином тоже весьма интересный также у нас есть несколько табориков здесь и куча вот таких вот гранат из тяжелого вооружения у нас два пулемета первый пулемет а пулемет с магазином вот такой он стоит на треноге очень легко достаточно они наклоняются вперед назад поэтому при использовании лучше чтобы уход из человечка сразу и придерживался он просто будет вот так вот подниматься и превращаться в зенитку какую-то и последнее вооружение это вот этот пулемет у него есть здесь подставочка которая может сразу четыре человечка держась держать вот ручками нести собственно это вот будет видно если кто зайдет на алиэкспресс там видно что это одна из как бы единственных немногих картинок этого набора есть патронная лента есть какой-то поворотный механизм что еще стоит отметить что на картинке к самому набору к этому пулемету показано что есть куча гильз ну мне это показалось по крайней мере куча гильз уже стрелянных но почему-то в комплекте их не оказалось ну забыл еще показать вот у нас есть такой микрофончик для рации итак выводы о наборе набор очень интересный очень хорошие качественные принты конечно немножко не понравился во-первых дефект с рукой во-вторых отсутствие каких-либо инструкций вообще картинок в интернете с помощью которых можно было бы собирать но некоторые вещи у нас уже вот подобных пистолетов пулеметов допустим достаточно много в разных наборах поэтому было достаточно легко было понять что там откуда вот с этим пулеметом разбираться было сложнее но таким это сделать смогли а вот два магазина просто валяются неизвестно откуда чего вроде всего везде хватает непонятно но в целом набор конечно повторюсь очень хороший подремонтирую ручку на одной из фигурок вообще будет замечательно на этом вот пожалуй и закончу про этот набор спасибо большое комментируйте делитесь вашими мнениями спасибо большое до свидания